михаил никифорович добрый вечер добрый вечер я с уважением отношусь к вам за вашу серьезную борьбу за свободу украины потому что столько вы делаете мало кто делает у вас спасибо михаил спасибо вам вы знаете грустный разговор на самом деле наверное у нас будет потому что страшная беда произошла россия напала на украину скажите пожалуйста вы человек который очень много в жизни видели вы занимали серьезнейшие посты в том числе были первым вице-премьер-министром правительства россии при ельцине что что это произошло вы могли себе такое представить предположить что это состоится да нет конечно это в дурном сне не увидишь понимаете пришла мафия в россию захватила власть захватила россию создала все условия для того чтобы по регионам тоже образовали свои мафии которые уничтожают народ и они эту страну уже растащили ведь когда пришел путин есть был же была возможность поднять россию были деньги были ресурсы все ребята давайте останавливаться заводы соединяясь с украины в том смысле что копираться потому что у вас же высокие технологии и ракеты делали машины и самолеты но что нам еще нужно давайте потому что нам нельзя разодняться ибо нас запад выбросит там уже состоялся рынок там все связи есть по не вторгнемся не влезем чужой огород нам нужно было у себя это нужно строить страну они дергать как это они пришли эти хулиганы я представляю этого сразу вал дмитрия медведева который налево направо всех обзывают давай у них газ отключим давай у них продукции потому что украина поступка поставляла молоко сыр и сливки маслом мясо колбасы но они дешевле шли чем наши олигархи сотворяне давай отменим давай не запретим и потому что олигархи их просят а ну-ка вы закройте рынок потому что мы иначе с вами делиться не будем а делиться надо а им же нужно получать все это дело и все это пошло и поехало и поехало и в конце концов они построили не только украина все республики против бывшие против себя весь мир теперь уже настроили самое главное ничего не сделали для того чтобы россия стала промышленной державой и сельскохозяйственной промышленной не стало а только сырьевой придаток как они называют нас европейская бензоколонка мы все продали ничего этого из этого не привезли назад а денег не вложили в развитие экономики школ больниц там вы улучшение жизни а все вытащили туда по подсчетам наших же экономистов крайне на больше трех триллионов долларов это можно было три россии построить а потом кинулись значит алюминия не стала хрома не стала меди не стала урана не палладия там того-то 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 все продали а теперь уже надо покупать ведь что-то для обороны делать а покупать денег нет а есть рядом страна по имени украина которым уже гнобили гнобили а у неё украина масса открыто новых месторождений потому что люди работали они искали у них целые комплексы по бурению по поиску нашли газ нефть нашли уран нашли тантал титан и так далее а жилье это такое залежи кривом роге а какие запасы других редкоземельных металлов а давайте мы придумаем что они враги а давайте придумаем что они пошлисты а давайте придумаем что они нацихи какие-то и в тюрьм нашим людям не образованным что они враги и они пойдут воевать воевать то ведь казалось бы никто не должен пойти но они построили так жизнь в россии что люди нищете работа нет молодежь поднимается работать негде не зарабатывать мать у неё отцы уже с пилистом померли мать получает какую пенсию 10 тысяч когда она задала одна женщина путин вот так и можно жить на пенсию 10 тысяч рублей а путин отвечает но это же вам дети должны помогать законы и так далее так далее да 10 тысяч получает а в 11 тысяч платить коммунальные услуги вот они картошку на роль там самогонку наделают вот и выпьют и как-то отходят так вот эти люди и ребята которые не знают как жить дальше не работа ничего они а их зовут за пойдем в армию пойдем пойдем воевать ты что-нибудь получишь и он считает что это русская рулетка знаешь патрон засовывают пистолет до моноган и стреляют потери он убьют или он что-нибудь там наградит и приведет домой вот весь процесс идет который сейчас они звереют от этого они звереют они приехали на украину я смотрю в интернете ух это как живут оказывается у них все есть а у нас нет ни черта это нам говорят офицеры этот командир чайский но это они же у нас все украли они стащили сюда надо забирать они надо их всех насиловать и так далее вот это процесс идет михаил никифорович но вы могли вы могли представить предположить что путин решится на такое широкомасштабное вторжение понимаете я корни не имел возможности потому что нормальный человек не больной мозгами это не может сделать мне кажется что пить путин он не совсем дурак он просто так вот вслепую не пошел так что он проконсультировался где-то в европе сша мы сказали давай давай действуй мы будем тут я к этим кричать там все прочее но ничего не делали в принципе то что сейчас происходит очень похоже на то что перед осиком морковку вытянут это повесили и осик тянется взять морковкой это украина морковка придет понимаете что да очень очень активно работает от силы чистого сердца борис джонсон до до всего сердца работает там скажем голландии дали прибавку прибалтики больше польша особенно соседка ваша но ведь другие там и шатка не балка и парам товарищ и каравана друг да вот а почему а смотрите сейчас идет процесс обрамович и лондоне романа хорошо знакомого нам и мне тоже иван промо обрамович он такой деловой мужик я помню как они споряжаем отобрали у черноморгина 7 нефть черноморгин уже в карман положил ее и стал кричать что здравствует здравствуйте власть наша а потом руку сунул а там уже нет 7 нефти его тащили и он такие ребята и вот он там заявляет что в суд суде что я за последние годы заплатил налоги 1 75 соток миллиарда фунтов стерлинга 2 миллиарда долларов он заплатил много налогов в израиле он заплатил много налогов в лиссабоне там португалии где он получил гражданство и он говорит я заплатил больше чем россии во много раз то есть он у него угольные шахты люди там вкалывают шахтеры погибают потому что не проветривая нет ни дегазации забоев вот они по 25 тысяч рублей получает а черные как черти приходит домой кусок хлеба уже стоит дороже а значит умирают от этого дела он деньги получает и платит в англии платит в европе в другие значит и таких людей у нас миллиардеров больше чем сша это где-то порядка ста двадцати что ли больше чем сша и каждый из них на них приходится 26 процентов национального дохода получает и каждый из них мало-мало платит по россии все они несут эти деньги во францию в германию в испанию куда там вот сша конечно еще масса таких контор создана посредством 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 кремлем через которые уходят бюджетные деньги а потом эти деньги нигде не не фиксируются контроля нет это идут на взятки и весь запад уже привык тому что он получает деньги это не люди рабочие это люди которые эстеблишмент так называемый запад получают деньги гармовые это ему приятно это дело и вот вдруг сейчас появилось пошло это дело неужели им важно чтобы им очень выгодно чтобы такое такое правительство и такая конфигурация власти шла и дальше в россии им важно чтобы россия не проиграла им важно чтобы набили друг другу морду украинцы россияне да но осталось все россия такая же там с тем же правительством с теми же режимами с теми же правилами привычками чтобы эти деньги дальше ну то мы же видим это по шведеру по этой женщине из вены которая у нас работала она министра министра иностранных дел да французы там у нас же проходной двор все только граждане россии них она не получает и умирает с голода а и вот они говорят да просят зеленский закройте нам это небо потому что если вы нам будете привозить вооружение и небо не закрыт так это вооружение будет разбиваться правда же конечно потому что все видно из космоса и тут у вас я так чувствую очень много предателей там потому что медведевиков очень много на украине они просто нужно объяснять ваши ребята должны показывать что такое россия чтобы они понимали куда они могут прийти да вот небо не закрыли значит обещают дать не дали чай по чайной ложке в час а там идет давление там набор новых новых людей отовсюду даже киргизы там знаю выступают против Украины воюют средней Азии все же не щеке все просят деньги всем нужно украсть унитаз на Украине украсть даже собачью будку как я видел там везут ну все можно все даже ничего если не останется как руины остались в Мариуполе они на камни уже оттуда вывозят потому что камни же тоже нужно где-то может быть соседа придушить или речку переверодить и вот да и такая такая штука идет понимаете и а вы же бьетесь поэтому вам сейчас мне кажется нужно в Украине бросить клич украинцы возвращайтесь домой потому что украинцев везде полно понятно что их полно и в Канаде других странах ну а в Казахстане украинцев знаете сколько вот у нас был случай когда делегация Казахстана ездила в Киев сельскохозяйственная там был Яков Пазенко такой мужик великий украинец он вел эту делегацию 9 членов и там все украинцы были которые целину поднимаются и приехали в Киев и он рассказывает приехали Пазенко Костенко Христенко там кто-то а украинцы сказали слушай а казахи то есть у нас в Казахстане да нету казахов а сколько в России украинцев я уже говорил об этом весь приморский край был украинцы когда я служил там три года там едешь Киевка Харьковка Черниговка и так далее и так далее а весь торговый флот украинцы потому что Одесский училище морское мореход мореход да а в Казахстане сколько Тюмень Тюмень Кубань ну Кубань да Тюмень вообще север то есть тоже там украинцы белорусы там же ни одного человека с Ленинграда не было вот эти которые сейчас захватили в нас питерские которые пользуются тем что кто-то сделал до них они трясут этим делом грозят а вот украинцы летали чартерными рейсами на неделю на две недели по-моему летали да вахты ну вот вахтовых и были и вот если квич бросить это приедет потому что час идет на то я чувствую у этой мафии российской продолжать эту войну на истощение на человеческое истощение украины потому что меньше уже у вас населения и истощение истощение и нужно конечно чтобы было у вас какие-то финансы тоже должны американцы там другие страны помогать я сейчас посмотрел еще раз материал по бутапирскому меморандуму меморандуму тогда помню как мы все это дело обсуждали и помню что когда подписывали меморандум и там было предложение Клинтону чтобы было написано что в противном случае если одна или любая страна нападет на Украину а мы гаранты да независимости то Соединенные Штаты Америки обязуется ввести вооруженные силы свои да и Клинтон сказал ну нет я не хочу это потому что это не ратифицирует Сенат там да он же президент он потому что ободарали всю Украину по Украине забрали 1900 боеголовок причем не просто боеголовок самолета бросать а стратегических ракетных отдали России обязан был сказать сенат давайте нет значит они не думали защищать они не хотели этого дела китайцы подписали кстати гарантии дали и французы по делегации им Миттеран француз прислал свою подпись что Франция гарантирует независимость Украины и поддержка а теперь этот французский президент Макрон вертит хвостом то одно то другое то третье то десятое и вот конечно придется вам еще очень долго сажаться конечно сейчас они будут давать какое-то оборудование целое вооружение вот ну почему не дать вооружение которые вот эти залповые вот огонь которые достают на пятьсот километров и на триста если вас бомбят самолеты заправляются рядом с границ а почему они не должны бить эти аэродромы почему они должны уничтожать эти базы ГСМ там и так далее вообще все как-то странно все все не так и все в это время то Киссинджер вякнет там понимаешь пусть Украина уже поддается пусть она бежит уже к Путину и скажет нет мы отдаем все это отдаст и нас вот ведь это привычка была у наших ребят которые пришли к власти и Ведев там и Питерская команда все это когда были Янукович когда был Порошенко то наши там ребята ходили как по своей кухне да там же их было да конечно абсолютно вот и они привыкли к тому что Украина всегда будет под боком если надо мы там перекроем что-нибудь завякает там перекроем газ перекроем нефть дорогу железную вокруг Украины проведем ну понимаешь она же не не ответит нам вот и она будет как мельника а когда пришла молодая команда и когда сказала нет мы будем строить свою страну по образцу запада потому что НАТО наша страна она уходит назад у нас даже председатель конституционного суда Валерий Зорхин который писал статью в российской газете он сказал что самый лучший строй в России был это крепостное право потому что крепостное право давало возможность значит крест крепы соединять он не пишет что там девушек продавали для разных этих христианок для разных потех за три рубля да а им очень нравится чтобы было крепостное право и чтобы народ был крепостным правом или что там творит скажем пикер парламента Госдумы Володя да вот ему надо чтобы образование было как царское время и чтобы все было не так как советское время не так как на Украине понимаете это война идет не просто между украинцами и русскими это война идет миров война цивилизации это вот цивилизация цивилизация украинская это цивилизация не просто западная это цивилизация свободы Я сейчас напомню одну штуку, вы, наверное, знаете, что 7,5 тысяч лет назад на поле Куракшетра, это Курское поле, Куракшетра, это Санкрита, была страшная битва, вы, наверное, знаете. Об этом хорошо написано в Мухатхарате, потом в Хавесте и Редведах. А в Мухатхарате там вообще 41 книга посвящена, там все это речи, которые сейчас, это на Черноземье и часть Украины, вот Черноземная часть Машины. Там было. Там два воюродных брата жили, богатых, и они не поделили власть. И они объявили войну, и она стала мировой войной. И по подсчетам, ну, самым меньшим подсчетам, есть в два раза больше, там погибло 640 миллионов человек. 640 миллионов человек, потому что было использовано ядерное оружие, световое, значит, теперь звуковое оружие, которых у нас еще нет, мы не дошли до этого. И потом была такая Жарникова, Светлана Васильевна, очень сильный исследователь, я даже советую его прочитать. Она вообще отдельно смотрела, и она вообще пришла к мнению, что какие-то документы, артефакты находились, что там погибло миллиард 200 тысяч человек. Они как раз об этом говорят, что как раз чернозем преобразовался от этих погибших людей, и курская аномалия магнитная от того, что там происходили те события. И тогда, когда погибли эти люди, и мир пошел на убыль, мир стал деградировать, хуже, хуже, хуже. И предсказание по той же Махатхарате, что произойдет новое сражение на Курске, на Курском поле, на Куракшетре, которое тогда зло победило, а сейчас должно добро победить. И вот мы считаем, что это не Курская битва, она маленькая по сравнению с тем, что сейчас происходит. А добро должно ваше победить. Вот такое дело. Михаил Никитирович, ну вот я хочу вам задать вопрос, как человеку, который не просто был первым вице-премьер-министром правительства Российской Федерации, но и специалист по пропаганде. Скажите, пожалуйста, как удалось российской пропаганде так одурачить миллионы россиян? Что это за программа такая специальная? Нет, это не программа. Это какая-то программа? Это разве... Разве это программа, разве это одурачивание? Они еще не знают, что такое настоящая пропаганда, которая использовалась в советское время. Например, как в АПН, агентство печати новостей, знаете, да? Да, конечно. Там даже своя типография была. И шлифты были те, которые использовались в редакции газеты «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йорк Гераль Трибюн», «Французские газеты», «Немецкие» и так далее. И там печатались статьи, якобы написанные их журналистами. Эти газеты выбрасывались. Потом... Вот так вот было. А потом, я помню, это было, значит, несколько, может, человек 30 было журналистов иностранных, когда мы рассекречивали документы, мне попался список журналистов, которым КГБ платил деньги за это. Значит, вот, тут, причем это американские, французские, немецкие всякие журналисты, а тут писала статья, допустим, вот сейчас идет война, я говорю, Украина, ну, это война России, нападение. И начинает шевелиться народ, что вот много трупов, много убитых, надо как-то заканчивать. И в это время уже начинает правительство думать, надо что-то делать. Тогда я сажусь, скажем, или Дмитрий Гордон садится и пишет статью, вот, что у нас в Америке, да, у нас очень волнуются, они переживают за Россию, потому что Россия вводит за свободу. А эти, значит, украинские бандиты, они готовы всех задушить, они там завешивают мальчиков на распятые, помните эту историю? Да, конечно. И пишет, подписывается фамилия американца, которому платят, и он, зараза, идет на это, он подпишет фамилию, и это дается какой-то газете американской, и проплачивается, и газета за деньги, как рекламу дает, в качестве рекламы. А потом правда берет эту статью, правда известны, все перепечатывают, видите, даже иностранные газеты что делают, а вы говорите, и тут тогда народ, да, если там думают, что-то мы-то не понимаем. А это какая-то пропаганда, это чушь, это дерьмо, это какая-то, прыгает там, трушонка, греклявая, как ее фамилия? Табеева. Нет, это армянка. Симонян? А, да, Симонян, Маргарита, да, и все, ей не нравится, что вот, эти дураки писали Конституцию России, мы же ее писали и принимали, да, я в Конституционном комиссии был, записали, значит, в этих трех главах первых, что цензура не допускается, что нельзя никого не иметь, ни твоей помощи, гражданства российского. Это надо все переделать, как это они там занимались такими делами? Ну, это дурость, но это дурость, она клюет, а народ так клюет, мы сейчас можем вернуться, мы еще поговорим о том, почему народ клюет это дело. Ну, вот действительно, вот я смотрю, как выступает Соловьев, там, Скобеева, Симонян и прочее, прочее, это кошмар, неужели россияне не понимают, что им вешают откровенную, наглую, безумную лапшу на уши? Значит, беда в том, что центр, исследовательский центр РАМИР, наверное, знаете его, да, провел опрос в России. Назовите главную проблему, причину, которая мешает жить вам и обществу. Ответы. Инфляция 70%, низкие зарплаты 66%, безработица 41%, ну и там дальше. И РАМИР поставил диагноз, что этот, как и другие опросы, показывает, что большинство россиян находится в стадии умеренной дебилизации, депильности. Потому что, да, умеренной дебилизации. Почему? Потому что, поскольку не в состоянии сопоставить причины и следствия, да, якобы инфляция и бедность живут с вами сами по себе, они являются следствием порочной системы власти в России, порочного экономического устройства в стране, порочной системы распределения национального и общественного богатства России. Это очень важно, да, потому что мы теперь переходим к русскому менталитету. О нем хорошо сказал еще Иван Петрович Павлов. Русский ум не любит опираться на факты, он любит слова и верит им. Отсутствие думчивости введет нас в план плен демагогии и политических мошенников. Понимаете, у нас 65% территории находится под вечной мерзлотой. И 20% территории – это под болотами. У нас всего 15% нормальной территории. И мы эту загадили. Отдали китайцам часть, которые получают по 5 урожаев, убивая почву, которая становится стеклянной, нужно ее потом откачивать, отделывать. Мы города, которые стоят, загаживаем. У нас до сих пор везде бараки стоят по городам. Дорог нет, даже на Волгоградском области. В случае, когда роженица нужна скорая помощь. Она подошла, но она не может пройти в поселок, потому что там грязь. И вот на лошади, на телеге везут ее, а эта скорая помощь стоит 8 километров с поселка, ждет, когда положит. Но не занимается никто страной. И никто это не делает. Все тащит за рубеж. Все там строят себе какие-то дворцы, яхты. А народ смотрит и думает, что так и полагается. Так вот, есть такое понятие, как резонанс Шумана. Шуман, это, может быть, слышали об этом? Шуман, профессор Мюнхенского технического университета, очень выдающийся человек, Он сделал замеры. В 1952 году, он выделил эту часть. Вот это вот, когда из космоса идут низкие частоты, сверхнизкие, они всегда шли и идут везде, то они ударяются у нас в вечную высоту, а у нас вечная нота до 1,3 километра, по-моему, желание. Скажем, в Канаде там тоже есть, но там она меньше. И они не уходят туда, они рикошетят. Они рикошетят и летят по центральной части России, в сторону юга. А там, сзади, там происходит, Земля дает частоты. Это тоже колебания. Вообще нормальное то, что происходит везде. 7,8 мерца, когда Земля. Но поскольку у нас такая территория, аура отвечает за это дело, такая территория, где войны были, гражданская война, постоянно где-то кого-то кто-то убивал, а сострадания все эти были. И эта аура, она на Землю повлияла. И теперь Земля не дает 7,8 процента. Она дает иногда от 5 до 7, а от 5 до 7, это голос моря. Когда от 5 до 7 герц частота, то тогда даже с корабля люди прыгают, когда подплывают, кофе там дымится, но тем не менее людей никого нет. Или даже меньше. Даже до 2 герц. А люди в это время, у них частота происходит такая, от 0,2 герца. А этой частотой колеблется, излучает овца, когда ее стригут в этот момент. Вот до чего дошло это дело. Это стоячие волны, это резонанс, резонатор Шумана, это как труба такая, в которой мы живем. И хочешь не хочешь, а есть такая в мозгу у нас одна штучка, которая отвечает за понимание причинно-следственных связей. Она атрахируется. И люди не понимают это дело. То, что им говорят, они понимают. И очень так, что рассчитывают на то, что народ одумается, и народ пойдет валом защищать Украину, я думаю, вам пока не стоит. Потому что не знаю, что для этого нужно сделать, честно говоря. Михаил Никитин Павлович, как один из бывших руководителей России, просто как россиянин, как человек, что вы думаете о Путине? Ну, что я о нем думаю? Я о нем уже много сказал. Этот человек, у него болезнь. Не та болезнь, которую все говорят, вот он скоро помрет, да, ребята, не помрет он, но еще вас переживет, его супался. Он же так за собой смотрит, чтобы здоровье там было и так далее. Но он, у него болезнь, политическая, кессонная болезнь. Понимаете, вот когда вы ныряли в море или в речку, глубоко, но в речку-то нет, в море. И если кто ныряет глубоко, сразу поднимается наверх, снизу, не останавливаясь, то у него закипает кровь, азот закипает, и он потом помирает. А у них, у политических этих кессончиков болезни, он же ведь снизу вытянул, КГБ поставил сначала к этому к мэру Петербурга, Собчаку. Это никто, это никто. Потом КГБ его всунуло сюда, в Кремль, поставили его в ФСБ, и так далее. Ельцин просто при всем присутствовал. Они говорят, это семья, там нет, и что, Ельцин давно уже был связан. и кессонная болезнь, как у многих руководителей, которые поднялись, но у него закипают не кровь, а мозги. И когда у них закипаются мозги, им кажется, что они боги. Они превращаются в эльофана. Им кажется, надо все брать. и ему поддают. Понимаете, у него же ведь низкочастотное колебание. Очень низкочастотное. У него, а низкочастотное колебание, если идет от людей, у многих, там, в Питерсах особенно, выдувается там ветрами, то они вокруг себя заражают этой болезнью, как, скажем, ковидом. И люди начинают болеть все этим же. И посмотри, это сумасшествие какое-то в этом политической элите России. Они же один за другим. Каждый, давайте срочно лишим независимости Литву. Другой, нет, давай независимость лишим Эстонии. Нет, давай Латвию. Давай мы вот сейчас ударим по Финляндии, да? Давай там то-то, то-то. Ребята, и стараются, потому что, зная, что никто их не одернет, а так бы была власть нормальная, общество бы отвечало за это, контролировало. Было бы гражданское общество, они бы вообще не прошли во власть такие. Это же идет отрицательный отбор. Самое барахло, которое поднялось на высшую ступень. И они думают, что вот сейчас Путин возьмет и нападет на это. Может напасть, потому что ему для чего нужно Черное море, почему ему нужно берег Черного моря, потому что там дальше и Грузия, Болгария, Молдавия и так далее. Румыния. Румыния. Но я бы хотел еще одну вещь сказать. Они никто не говорят, что давайте мы заберем это наша земля, для нашей земли все были. Украина наша, Белоруссия наша, Польша наша, это все бывшее наше заберем. А никто не говорит, что давайте заберем Калифорнию в США, да? Потому что молодцы, молодец противовец, молодца самовца, да? А я хочу как раз для Макрона и для других европейских лидеров как бы сказать, ребята, которые крутят, вертят, то сегодня так, то да. Если так дальше пойдет. Вот был такой автор Мавро Арбинь, папский аббат. В 1601 году, в 1601 году он написал книгу и издал. Позывался она «Историография народа славянского». Он ее написал на основе 49 документов древних, артефактов из библиотеки ватиканской. И он пишет. Русский народ, ну это как раз он и видит, русский народ это и украинский, естественно, русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы. Это в 1601 году. Русские всегда владели всей Азией, Африкой, Персией, Египтом, Греции, Македонии, Иллирии, Моравии, Шлионской землей, Чехии, Польши, всеми берегами Балтийского моря, Италии. Русская империя во все времена владела Франции и Англии. Вот. Это книга в Санкт-Петербурге в 1722 году там переиздали небольшим пирожом, а немножко там еще осталось. Так это я для чего читаю? Я хочу, чтобы эту книжку почитал скажем и Макрон, да? Потому что если они так будут уговаривать Украину сдаться, а потом Украина сдаться, это мафия кремлевская пойдет дальше, а войско она наскребет, потому что Киргизию, Узбекистане, Таджикистане, он таджика сколько в России, там миллионы собрать армию, и она пойдет дальше. Это гуны, гуны придут во Францию и начнут делать то, что они делают сейчас в Украине. Пусть Макрон это знает, пусть он все-таки подумает о будущем своей страны, о будущем Европы и так далее. Вот что я тут для них хочу сказать. Михаил Никифорович, вы знаете, вы так называете, смело называете вещи своими именами, сегодня Россию, российское общество сковал страх, но сроки какие, люди боятся не то, что на улицу выйти с протестом, боятся в соцсетях что-то написать. Вы говорите во всеуслышание, сидя у себя в Москве, в своей квартире и не боитесь. А почему вы не боитесь? А потому что я родился и жил в горном Алтае, а туда эти низкочастотные волны не дошли, они упирались в горы, уходили в небо, а мы жили спокойно. У нас, в наших местах, даже советская власть до 37-го, 1937-го года не было, потому что ученовцы приходили налоги брать, а у нас были отряды Чеснокова, кумира, такие мужики алтайские, чершаки, староверы, они их сбрасывали в горные реки и больше, и только в 37-м году, когда уже пошли эти процессы, пришла советская власть, кому-то до сих пор там еще не знают в горном Алтае кто президент России, кто такой Володин, кто такой Медведев, а если бы они еще узнали, что Медведев чем-то занимается, Виталией, Виноградом, что у него, по-моему, не о нем говорят, что у него там шефство над Мираторгом и так далее, да, они бы тогда вообще сказали, что за чудовище сидят забрали все, так что вот такие, и потом, как, ведь я же родился там, я родился на высоте 2000 метров над уровнем моря, Ягориц, когда я посмотрел, где там эти горцы, так называемые, чеченцы, вот Кадыров, который говорит, Ягориц там, а он живет где-то меньше даже километра от уровня моря, а у меня 2 километра, 2000 метров, вот это настоящие были горцы, и когда мы там жили, мы же ничего не боялись, мы в горах питались, вот, потом я оттуда писал материалы, сначала работал в городской газете, в Ридере, потом писал материалы казахстанские, правда, там, в Руднолтай, меня подняли в одну газету, я дальше писал другую, третий, так я дошел до правды, потом меня в Москву перевели, я писал то, что, я честно говорю, то, что я думал, и отдавал когда, то, говорю, слушай, ну это, это уже нельзя писать, это же, нас же повесят, там учеркивали половину, а половина оставалась, и то, эта половина уже, она всех поднимала на уши, как же можно так писать, мне говорили, и они не знают, что, можно, я писал в два раза больше, сильнее, вот такие мы люди, мы горцы, мы горцы сибирские, и такие же люди, там, в Саянах, в Тайшане, там, и так далее, да, какие, сибиряки, они и есть сибиряки, я больше скажу, вот эта вот, ментальность русского человека, средней, средней части равнины, и даже она похожа на ментальность некоторых украинцев, восточных, тоже от этого, а вот уже западная Украина, совсем другая ментальность украинцев, тоже, потому что там горы большие листья. Вы знаете, Путин сейчас так объединил украинцев и западных, и восточных, такого никогда не было, ему надо памятник поставить, я в шутку говорю, когда-нибудь в Украине, потому что он своей агрессией, наглой, разнузданной, просто сделал единую украинскую нацию, нет уже ни запада, ни востока, есть Украина. А это, в общем, знаете, это раньше, я же ездил в Украине, я там выступал, вы, наверное, посмотрели, мою передачу, да, у меня же друзья там были, мы с украинцами братскую газ строили, мне назначили, мне 17 лет было, и мне назначили бригадиром комплексной бригады бетонщиков, 50 человек у меня, мы этими глубинными вибраторами прокалывали все это, это, потяну, который заливали, чтобы не было пузырей там и так далее, и морозы были под 50, палаткой жили, полос при ней примерзал палаткой, так мы все отдували друг друга, дыханием отогревали волок, чтобы отодрать от палатки, жили бобратски все, да, а служили в армии, сколько у нас было украинцев, друзья, у меня, потом я приезжал к моему другу, и в Ужгород, и особенно в Мукачево, мне там понравилось, да, они всегда были, а потом я ездил по Украине, когда избирался народным депутатом СССР, Украина за меня голосовала, кстати, на пленумах ребята, а это потом они маленько делились, но дело в том, что вот когда сейчас происходит, уже многие люди в России, а есть же те, которые не подвержены вот этим колебаниям, не подвержены психозу этому, да, психозу, воздействием этих частот, у них отеческая сила, и они не дают себя уничтожить, так вот эти люди уже просто начинают догадываться, вот слушай, они не враг ли Путин, не специально ли он сидит, чтобы разрушить Россию, он не враг, он не хотел специально сделать, мне кажется, он к этому идет, он идет в страну Либерии, ведь не будет теперь уже России со временем, по крайней мере такая, такой, как она, есть она не будет, потому что недра расковыряли, все распродали, высоких технологий нет, и не предвидится, потому что в стране налог на добавленную стоимость, страна до сих пор в этого стоит, а это все на добавленную стоимость налог, это значит, ты не имеешь права высокие технологии производить, потому что это невыгодно, это налог, который ввели французы для код-де-муара, так он назывался, налог для тех, кто там под тобой где-то, да, а у нас же, у нас вообще интересное правительство, вот этот Мишустин, он сидел мытарем, вот такие налоги, я тогда удивлялся, что ни черта производства нет, все разрушается, а все налоги, приходит Мишустин к Путину и говорит, что у нас больше налогов стало, ну да, с одной стороны повышались пошлины на ВОЗ, если бутылка вина за рубежом ты за 2 доллара, за 2 евро брал, то здесь ты ее за 700 рублей там берешь, и продукты тоже самое, но самое главное, он же придумал налог на недвижие имущества, дом ты построил, ты сам его построил, и ты потом плати налог каждый год за то, что ты живешь в этом доме, землю ты купил под этот дом участок, ты плати налог за то, что ты на этой земле сидишь, там то-то налог, 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 вот они чем занимаются, они уже довели налог для того, что нельзя там кур разводить, нельзя гусей разводить на этих дачах, нельзя там то-то, то-то, уже невозможно свое что-нибудь купить. Ни помидоры, ни огурцы. Все откуда привезенное. И поэтому Россия-то не может так подняться. Высокие технологии нет. Россия должна пойти дальше или развалиться. Дальше она уже не может пойти. Потому что вы сейчас нам по соплям надаете. Надаете, обещаете же, да? Конечно. А дальше куда уже идти? Тогда мы будем... Те же ребята, которые сегодня отвечают, да здравствует, они начнут первым уходить. У меня там прогноз, что первым смоется Тува вместе с Шойгу. Потому что у него там, говорят, даже своя армия уже. А ничего, с Монголией завяжут дело. Потом пойдет Кадыров. У него уже все там и конюшни и так далее. Потом Дагестан падет. Потом там другие. Потом Дальний Восток. И поехало, поступалось. А скажите, пожалуйста, Михаил Никитирович, скажите, пожалуйста, вот вы с Ельциным много лет работали. Ельцин мог начать такую войну против Украины? Никогда. Во-первых, у нас когда в 92-м году, в апреле, Верховный Совет России, которым тогда командовал Сбалатов, принял постановление об аннулировании постановления Президиуму Верховного Совета СССР о передаче Крыма Украины, да, аннулировать. И, значит, забрать Василия. Ельцин, конечно, очумел. Он послал в Украину тогда послала ноту в ООН, что это не дело. Ельцин послал людей, специалистов, которые сказали, что мы отзываем, хотя у нас разделение властей, а президент отзывает это дело. И тогда Ельцин, надо как-то сделать, смягшировать, чтобы не подумали, что у нас раздрай во властных структурах там и так далее. Но уговорили, по-моему, там этот Козырев это делал. Конечно, это не могло никому в голову прийти. Да, Ельцин воровал, потому что когда поделили ядерное оружие и когда приняли решение Верховного Совета России, тогда Леонид Данилович Кравчук сказал... Кусма. Нет, Кравчук. Леонид Макарович. Леонид Макарович, да, в 92-м году. Он сказал, ребята, мы в Алма-Ате договорились, Алма-Ате, в 91-м году, в декабре, что мы делаем так-то, так-то, так-то. Теперь нам объявляют войну Россия, раз она аннулирует постановление, да, это считай объявление войны, а с какого хрена мы будем отдавать все это ядерное оружие? Нет, и он подписал указ о создании 43-й ядерной армии. и он оставил у себя ядерное оружие. И тогда американцы там шустрели все, чтобы в Украине не осталось оружия. Ну да. Они там все делали. И тогда договорились Ельцин с Бушем, по-моему, тогда еще Буш был, или Клинтон уже. Клинтон. Что Леонид Макаровича пригласят в США. На его месте не надо было ехать, надо разобраться здесь. Он уехал, а тогда Ельцин поручил Шапошникову, Евгений Иванович Шапошников был, маршал авиации. Министром обороны. Министром обороны. А он часто ко мне приходил, мы там приятельности разливали. Он говорит, тут меня есть, он посылает ограбить Украину. И он организовал, когда не было Леонид Макаровича, они самолетами вывозили эти ядерные оружия. Причем на Украине им помогали люди. Они все вывезли и оставили Украину. потом уже эммарандум. Украина запотребовала эммарандум какой-то. Они даже не хотели. Понимаешь, вообще сейчас в мире какая-то обстановка создалась очень опасная. потому потому что таких обер террористов как наши таких левиафанов будут создаваться все больше и больше. Сейчас время наступает передела собственности, передела территории и так далее. Потому что время оно всегда такое колеблется такими. и сегодня у нас нет в мире ни одной нормальной организации, которая способствовала тому, чтобы этого не происходило. Вот организация объединенных наций. она же в данном случае с Украины проявила себя очень инертно, очень паскудно, я бы сказал. Она даже палец о палец не стухнула, там только советует, вот надо бы там как-то решить это между собой, вроде мы гражданская война между двумя братьями, да? А между прочим ООН уже был случай, когда вот так же загорелось в 1950 году, когда Ким Ир Сент решил забрать Южную Корею к себе. И тогда собралась ООН и резолюция номер 52, вот они создали, организация объединенных наций создала временную комиссию, потому что Совет безопасности, он же там Советский Союз был, Китай там был тоже. Тогда временную комиссию и временная комиссия приняла решение везти войска туда. И 16 государств дали свои войска, и во главе с Соединенными Штатами они ввели в Корею, отметили Ким Ир Сена, его отбросили за 38 параллель, там остался, хотя ему Советский Союз говорил, не лезь туда, а что тебе нужно, в Советском Союзе в руководстве еще нормальные люди сидели, он полез не послушался, потом пришлось там наши самолеты пускать для помощи, и вот Совет безопасности, который по уставу ООН создан, он уже не действует, он недееспособный, он даже иногда вредит, потому что то мы накладываем беды, то Китай, и так далее, на Совет безопасности поменять, реформу сделать ООН, поменять надо систему создания Совбеза, там пусть люди, государство меняется время от времени, потому что иначе нет, тогда будет интересно, нужно чтобы какие-то вооруженные силы были для таких архаровцев проводить порядок, а сейчас каждая боится страна, да, теперь меня удивляет позиция Соединенных Штатов Америки по поводу того, что вот если мы там полезем, то у Путина может сработать такой страх, и он включит ядерную бомбу, да, американцы давно занимаются тем, что разрабатывают метод, метод, чтобы разоружить ядерный заряд, значит, что такое атомная бомба, это устройство деления тяжелых нестабильных ядер по достижению критической массы, и вот нужно такое излучение, чтобы эту критическую массу отдалить и разрушить всю систему цепочек, и американцы США в штате Монтана, а это штат Монтана как раз на границе с Канадой, в сторону России, видимо, специально для того, чтобы по России ударять, вот, они проводили многочисленные опыты, и вот, в частности, однажды облучили 10 шахт, шахтных пусковых установок, межкандидатальными баллистическими ракетами, Минитимен-1, Минитимен, Минитимен, вот, и когда они облучили их, они эти 10 установок, 10 шахтных ракет, подготовили уже к пуску, а потом раз, включили облучение, и эти вырубились. Не взлетели? Вырубились просто, совсем остановился, вот, все 10 установок пришли в состояние годности, и потом выяснили, что на всех 10 установках сгорели электрические цепи системы контроля и управления, вот, и у них не только в этом штате, в других, у них уже система есть погашения зарядов, они, правда, когда к ним приставали средства массовой информации, они не выдали секреты, говорят, что это НЛО прилетело у нас и вырубило, и там еще в других местах НЛО прилетало и вырубало, да? НЛО могут. Вот, но если это есть, что же вы боитесь тогда дать Украине средства защиты настоящие? почему вы хотите, чтобы тысячи, десятки тысяч украинцев погибало? Это же лучший цвет нации погибает, это же страна, которая взяла строить настоящую страну, потому что после того, как разводился Советский Союз, я уже говорю об этом, это создалось два обмылка у нас, вот разводился кусок мыла, два обмылка крупных, мелкие, там Киргизии, там другие, и вот один обмылок Украина стал приобретать форму государства, там трудности у вас были, измены всякие, предательства, потому что таких, как Медведчук, у вас полно по-моему людей, но тем не менее вы царапаетесь и идете, вот то, что даже показывает, как у вас подготовлено много уже к месторождению к освоению, то, что вы не выбросили в Днепре, в Днепропетровске эти заготовки, которые у вас были и уткинские, и так далее, да, а наш обмылок, он растянулся от Балтики до Тихого океана, расползся, как жаба такая, вот, и уже бесформенно, потому что нет, нет же государства, поэтому обратите внимание, что в стране нет государства в России, есть мафия одна, у которой силовые структуры в кармане, и она берет с этих регионов, а там в каждом регионе своя мафия, плату, выводит за рубеж и говорит, вы там что хотите делайте, нет одного пространства экономического, нет политического, нет, в конце концов, юридического, хотят, то и творят с этими людьми, а мы сами виноваты, вы же смотрите, у нас один человек взялся за дело, да и он создал, вернее, команду Алексея Навального, он создал команду, он же ведь не пошел с винтовкой свергать Кремль, Кремль, он стал создавать партию, создал ее, и эта партия стала такие-то вещи творить, что народ стал просыпаться, его же ведь замолотили, но самое главное, что и люди наши, другие партии, они же с удовольствием его предали, тот же Гриша Ревнинский, помните, что он творил? Конечно, конечно. Коммунисты его там предали, все оказалось у нас, мы же ведь систему не построили, когда я был министром в печати и вице-примером, я же тогда раздавал, я уже вам говорил, раздавал эти частоты по крупным регионам, чтобы эти частоты телевизионные, причем метровые, мы дали людям и оборудование, и деньги для работы, чтобы они создали телекомпании и там кусты такие, и при этих телекомпаниях собирались бы люди разных направлений демократического плана и создавали в кусте свои структуры гражданского общества, и так вот в каждый куст, а потом мы должны были объединить их и создать Конгресс общественных сил России, и Конгресс общественных сил России должен был создать исполнительный комитет, и он должен был контролировать власть нашу и исполнительные другие. было на старых гражданского общества. Но ведь тогда же, когда все это пошло, тогда на меня начали шуметь, потому что олигархи почули, запах такой, они срочно, Кремль им сказал, срочно скупайте эти частоты, телекомпании, они за три дорога платили и скупили все, и все это рухнуло, потому что все бизнесом занимаются, им все деньги, все, кто-то говорит, что мы христиане, кто-то говорит, что мы мусульмане, нет у нас таких в России, у нас все молятся одному Богу, Мамони, это Бог на живы, Бог разрад и так далее, и партия у нас, это не партия, это у нас бизнес, у Дзюганов свой бизнес, потому что он использует коммунистические идеалы, вот, риторику, у Единой России свой бизнес, у других партий свой бизнес, у церкви свой бизнес, что думаете, они верят Богу, молятся ему, тоже Мамони, попы все молятся, он у нас в школах, в школах нет туалетов, в школах нет мувальников, в школах там холодно, а они в этих храмах сейчас строят лифты для попов, чтобы они, у них же животы сейчас у всех большие, чтобы они не поднимались по лестницам. Михаил Никитрович, я вам задам последний вопрос, он очень сложный, и вы знаете, а чем закончится война? Она пока не закончится, понимаете, она должна вообще закончиться когда-нибудь, но победы ваши, но сейчас вам еще предстоит терзаться долго, потому что но есть силы у этого зла большие силы. Мне хотелось бы, чтобы вы победили послезавтра, не завтра, а послезавтра. У меня вообще удивляла ваша эйфория, открытость ненужная, когда речь шла о поставках оружия, это все налево, направо, кричали, вот завтра придет три гаубицы, мы ее поставим около Львова, после завтра придет десять гаубиц, мы поставим там-то, но это только для врага сигналы, ребята, мы готовьтесь, мы сейчас бомбили это все дело, ну, построже, вот вы сейчас начали уже, у вас там есть такой советник офиса, Михаил Подоляк, да? очень толковый, мне так нравится, разумный, вот, он, по-моему, там уговаривал, ребята, давайте не шуметь, но его никто не слышит, да мы, красные знамена, шашки, а сейчас шашки надо в ножки в ножны засунуть, вот, и иногда проползая по тропинкам, значит, бить врага, и ни один должен Зеленский рвать живот и наступать перед населением Франции, то Германии, то Англии и так далее, а есть же у вас прекрасная интеллигенция, пусть интеллигенция ездит, даже кто же в Францию приедет и наступает перед населением и говорит, ну, ваши руководители не решаются, потому что как-то не хотят, и тогда население будет заставлять, ну, что, ребята, вы же ведете к тому, что через год, через два в наши ворота постучатся эти враги, эти гунны, да, а ну, давай, президент, или мы тебя снимем, у них же общественное мнение есть, оно не используется, вот такое дело. Михаил Никифорович, я вас благодарю за прекрасную беседу, и я вам желаю здоровья. И я вам желаю здоровья, я желаю победы вам, самое главное. Спасибо. И вы, чтобы выжили в этой борьбе, и ваши дети, и жена, и друзья, и весь народ. Дай Богу удачи вам. Спасибо, Михаил Никифорович, спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо.